так ребят всем доброго времени суток алла удар сегодня в этом видео открываю новую рубрику на своем канале называется она обзора сегодняшняя тема да это у нас арта захвата которая пока мало распространена во всем мире но имеет вес имеет к лица конкурентов своих свои плюсы и минусы я расскажу о них расскажу о причине покупки для чего вот а в следующих видосах в рубрике гайд я помогу и настроить помогу настроить по и все остальное на этот видос более такой информационный событийный вот будет рассказывать о том то как почему объявление так как это видео выходит в рамках того что это не просто до обзор на один язык вот я буду добавлять субтитры с помощью платформы youtube ну вот с английский у меня конечно совсем плохо произношение сами сушки ну и тем более виде текста виде перевода у меня тоже не очень хорошо вот будет возможность если в комментариях кто как-то править вот буду ждать от вас помощи погнали каковы причины вообще покупки причина покупки в том что моя старая карта захвата который я купил в начале девятнадцатого года когда совсем плотно занялся стримами это авер медиа овер тв кептер кепчур hd h727 пися и карта захвата 2010-х годов поддерживающие в основном 720p 60 или 1080p 30 а и формат вы сами знаете это не амильфо и самый прикол приобретенная консоль мною сентябре xbox series с в отличие от xbox one а по-другому выводит изображение ну например вот в халы халы infinite был тест изображение разные вводит что series с что и xbox one с вот и поэтому я уже начал задумываться о новой карте захвата вообще предыстория в том что карту захвата именно с 4k я очень долго искал еще начиная с того года когда я купил русская пчур карт меня есть видос по ее настройки долго я искал я мониторил и мониторил не в одиночку мне в этом иногда помогал мои зрители и он сара старт smart в основном на рынке 4k карты захвата это фейковые карты захвата на которых написано 4k но на самом деле они не умеют пропускать реальный 4k сигнал escape 323 это умеет поэтому долго я выбирал и вот где-то сентябре я увидел новую модель на алиэкспрессе а я не только на алиэкспрессе мониторил я пытался узнавать и на ю тубе видео очень мало в основном больше видосов по собрату этой модели escape 324 который имеет более другие характеристики и доли более другой размер ты в основном в качестве видоса подтверждающего то что надо брать эту карту не помог видос одного бразильского ютубера и пару западных ютуберов и видео вы увидите на экране и ссылки в описании на них будут я очень им благодарен thanks for your video это очень мне помогло в выборе карте захвата теперь как говорится я буду как-то создавать видимость то что карта захват существует заявили мне техподдержка escape в личном общении эти модели обе 2021 года кроме этого у них еще есть юсби модели 2021 года который тоже поддерживает 4k реальные 4к но через юсби она конечно будет намного хуже транслируется чем из пися ей переходим к теме того какие конкуренты escape это конечно верми делай в геймер 4k gc 570 30 но ее стоимость на распродажах она стоит 14 тысяч рублей и до 20 точно такие же имеют характеристики как escape 323 это пропуск 4k 60 это реальные 4k 30 вот 1440 60 пропуск 1440 5 120 и 1080 120 ну и 720 ниже эти карты захвата не поддерживает разрешения и это эльга то камлин который имеет точно такие же характеристики но она у юсби из-за этого у нее пропускная способность 4к 60 видео и 1440 и 120 не так и она в основном предназначена не как карта захвата именно какие-то устройства именно с по своему названию камлин передавать изображение с камера а escape и over media это как-то уже универсальное устройство компании black magic и остальных но их стоимость уже больше 20 тысяч рублей а это уже более скольки 200 даже 300 долларов тем более нету карты захвата ждем м2.1 перейдем на моем модели какие плюсы я заметил практически за неделю использования то реальный 4к 30 который подтверждается и на самом на самой консоли программе escape link там это подтверждается это 1440 и 60 реальные и пропускные 1440 и 120 это еще 80 и 120 как пропускные так и реальные и 1080p 60 тем более еще в карте захвата есть и поддержка hdr 10 конечно не все любят технологии hdr и например я являюсь ее ненавистником но интересно было посмотреть на эти тевдо цвета так про плюсы я указал и давайте перейдем к минусам я пока не знаю с чем связаны минусы вот это программный или аппаратный комплекс либо программно-аппаратный но при захвате изображения еще 440 пи 60 либо еще 440 пи 120 как пропускной либо 1080p 120 есть небольшие артефакты изображения черные точки либо на краях либо на некоторых анимациях вот особенно это заметно в дашборде xbox series s а как у меня более лучшей консоли нету который поддерживает именно эти разрешения а xbox лавана из имеет тот тот же самый дашборд но я связывался с компанией escape они мне высылали некоторые фиксы а я могу сказать это еще один плюс карты захвата умеет прошиваться есть обновление назову завода у меня было одно обновление прошел я другое еще тестовая мне отправили вот но самое интересное что вот эти вот артефакты в основном в окне у бс если выводить изображение помощью 2 порта hdmi который называется в карте захвата hdmi то на второй дисплей вводя изображение там этого нет что самое удивительное я думаю все таки это программная и думая что компания escape найдет способ более данные минуи отправлен очень хороший фидбэк могу сказать огромный плюс немного хочу сказать вообще размерах карты а как и я в основном карту брал под xbox series s я хотел использовать и арвы свою карту захвата avermedia для консолей более другого поколения который нормально работает 720p60 и в принципе у меня влезла она в принципе размерами такая авермедиа она из-за корпуса немного больше авермедиа ну а так по длине по этому по размеру бэкплейта которую не бэкплейта где выводится hdmi но в принципе по высоте такая же как авермедиа или моя карта gtx 1060 либо дополнительная моя карта видеокарта это gtx 745 в этом плане они прям одинаковые все у меня влезло все определилась определяется карточка без драйверов хотя я на сайте escape есть драйвера под windows 7 также на сайте escape есть и описание этой карты захвата и ссылка на ком на программу escape link программа неплохая я сделал ей перевод на русский язык но у программы кстати тоже есть минус пропуская 120 в перед 120 герц видео она она у нее у программы есть счетчик но она работает 120 герц намного хуже чем у бс вроде все рассказал вместил в одно видео как я сказал будет гайды по настройке гайды по прошивке карты гайды по использованию в бс и в escape link буду улучшать перевод данного видео на английский язык потому что я сам планировал видео и компании из escape предложила мне записать какое-то видео это можно сказать даже сокращенная версия первого впечатления первого стрима который я проводил когда я турку только получил карту захвата всем спасибо за просмотр thanks for watching видимся в новых видео в новых обзорах в новых гайдах и на стримах